Друзья, всем привет! Мы сейчас собрались все вместе, вместе с кошкой в наше первое совместное путешествие из Лондона на несколько дней на арендованной машине. Снова пользуемся Enterprise Car Club. Вот, у нас на сегодня такая машина. Конечно, грязноватенькая. Ничего, выглядит неплохо. Пассажиры уже меня ждут. Hyundai Hybrid Ionic. В принципе, это такая же машина, как мы всегда берем. Очень удобная, нам понравилось. И здесь есть GPS, что нам очень важно, чтобы не держать телефон. Здесь у нас новый пассажир. Андрюш, покажи Мусю. Вот, Муся. Это ее первое путешествие, так что посмотрим, как она себя будет вести. Да, Мусь? Как она будет себя вести в дороге два часа от Лондона до места назначения. Ну, возможно, еще остановки где-то там. Да? Давай, ставь Мусю и сам пристегивайся. Ну что, желаем нам удачи, хорошей дороги. Всем привет! Мы уже немножко припарковались. Сейчас сделаем небольшой перерывчик, небольшой перекус, заправим машину и поедем дальше. Давайте покажу, как здесь. А-а-а! Территория. Что тут есть? Смотрите, что тут есть. Куча разных магазинов. Бургер Кинг, Киевси, Коста. Классные вот эти вот Криспи Крим, Донатсы. Муся еще с нами тоже. Смотрите, как прикольно. Андрюш, тебе тяжело, наверное? Киевси. Санитайзер. Здесь тоже азиатская кухня. Суши, нуделс. Много всего. Много мест, где посидеть, можно перекусить. Классное место. Сейчас что-то будем заказывать. Здесь также есть небольшая площадка для детей. Очень много мест на улице, где можно посидеть, отдохнуть. Вот здесь тоже. Смотрите, сколько. Сейчас немножко отдохнем, ждем мужа с Киевси, с нашим заказом. И будем ехать дальше. Потом уже без остановок. Так, что у нас сегодня на обед? 7-Up. Наверное, Pepsi, сок. Вот такое вот мясо в чили, в сладком чили соусе. И мясо вот такое у Андрея с мужем. У меня вкуснее. Муж нам купил по вот такому мороженому. Класс, я его обожаю. Принес сюрпризом. Выглядит, как шоколадка. Обожаю такое мороженое. Сейчас уже будем ехать дальше. Муся сидит в этом. В рюкзаке. Пока вы будете наслаждаться видами из окна, я вам расскажу про город Чепстол. Он расположен в восточной части юго-восточного Уэльса на границе Англии и Уэльса. Чепстол расположен на реке Уай. Это город исторический. В нем вы можете увидеть замок 11 века и остатками городских укреплений, из которых наиболее сохранились городские ворота 13 века. Чепстол является отправной точкой для похода по долине Уай протяженностью 136 миль. Из самого известного похода в Великобритании – Дайк-Оффа. Чепстол находится недалеко от района под названием Лес Дина, упомянутого в книгах о волшебнике Гарри Поттере. Добраться до Чепстол можно на поезде, автобусе, либо, как мы, на машине за два часа. В этом городе вы можете увидеть самый старый сохранившийся каменный замок в Британии – Чепстол Кассел. Его строительство было начато в 1667 году. Это больше, чем на 100 лет раньше, чем Виндзорский замок был перестроен в камень в 1170. Субтитры создавал DimaTorzok Мы уже приехали на место. Вот такой вот нас ожидает дом на несколько дней. Смотрите, какая красота. Этот дом поделен на две части, скорее всего, там живут хозяева. Ну, а эта наша часть на следующие 2-3 дня. По-моему, две ночи мы сняли на две ночи. Давайте покажу и сделаю вам рум-тур. Смотрите, какая здесь красота. Свежие красивые цветочки. Итак, поехали. Такая вот у нас двор. Дор – дверь. Так. Здесь у нас коридор. Сейчас я закрою дверь. Здесь у нас коридор. Здесь есть что у нас? Зеркало, тумбочка, пахучка. Цветочки такие, декорации, моментики, да, элементы, которые создают атмосферу. Чемоданчик. Так, пойдемте дальше. Здесь у нас кухня. Сейчас я включу свет. Кухня не маленькая, но и небольшая. Места достаточно. Здесь тоже всего хватает. Здесь радио, тостер, микроволновка, посудомойка. Она, по-моему, не работает. Здесь еще кофемашина, чайник. Все самое необходимое. Смотрите, какая большая духовка, печка. Видите, здесь две. Ага, здесь вот такая. Вот впервые такую большую я вижу. А здесь? Ага, здесь прям для пиццы. Смотрите, я такой в жизни никогда не видела. Интересно. Смотри, раз. Здесь не пожарили пиццу. А здесь? И здесь тоже, вау, офигенно. Я бы такую тоже хотела. И электрическая, что ли? Ммм, интересно. Такой большой холодильник с айсмейкером. Можно брать, делать воду со льдом. Также они оставили для нас молоко, масло. Также они нам оставили вот такую буханку хлеба свеженького. Класс. Мягкий. И вот такие вот какие-то вкусняшки. Кофеек. Капсула. Класс. И вот такая вот была открытка. Я уже прочитала. Ашин энд фэмили. И здесь нам, вот можете прочитать. Нам пожелали, чтобы мы хорошо провели время. И сказали о том, что не работает посудомойка. И они приносят свои извинения. Так. И, кстати, да. Вот эта вот дверь выходит на улицу. Там, где мы с вами только что были. Это окошко. А здесь дверь. И здесь из кухни выходит куда-то дверь во двор. Пойдемте, покажу дальше. Там уже Андрей слышал. Слушает громко телевизор. Поднимаемся по ступенькам. Обратите внимание на... Вот Муся пришла. Муся, как тебе? Яу. Смотри, какая красота. Смотри, не упади. Смотрите, обратите внимание. Муся, ты упадешь. Смотрите. Не, вообще бесстрашно. Иди, иди. She wanted. She had body was... Не знаю, как на английском сказать. Обратите внимание на... Такие небольшие детали, как свечи. Вот это вот зеркало. Так. Поднимаемся на второй этаж и попадаем в зону чилл аута. Привет, муж. Здесь большой телевизор. Все самое необходимое. Два, вернее, дивана. Стол, стулья, телек. Все самое необходимое. И давайте пойдем покажу вам, что у нас здесь есть на улице. А, птички к нам прилетели. Так, смотрите, здесь у нас зона шашлык можно жарить. Это то, что я давно уже хотела. Мечтала уже это очень давно об этом. Так. Так, и здесь у нас есть уже... Я хотела покупать уголь, либо... Что там нужно? Деревяшки. А здесь уже все есть. Поэтому покупать не нужно будет. И здесь зона, чтобы можно было посидеть, почилить. Также очень много насаждений. Красивенько здесь. Вот такой дворик. Смотрите, какая красота. Для птичек даже повесили. Кормушка. Смотрите, как классно, красиво. Здесь еще, вижу, есть термометр. Давайте посмотрим, сколько градусов показывает. Показывает 23 градуса. Так, и здесь уже private zone. Поэтому нам туда идти нельзя. Но там ничего такого. Там просто такое место. Белка! Белка, вы видите это? Белочка маленькая. Сейчас я вам постараюсь преувеличить. Смотрите, прыгает. Класс! Обалдеть! Боится. И хочет, и хочет, и боится. Убежала. Вот такая вот здесь красота. Смотрите, надо здесь поделать фотографии. Очень так ярко получится. И еще сейчас следующую вам зону покажу. Спальню и душ. Давайте покажу вам следующую зону. Следующую зону. Вот такая вот у нас будет комната. Кровать, в принципе, большая. Здесь окошко выходит на двор и закрывается таким вот образом. Видите? Что еще? Вот такая вот стойка для одежды. Зеркало в пол. Много различных ящичков. Такая вот стойка для одежды. Так, и давайте с вами пойдемте в душ. А это, наверное, скорее всего, дверь. Заперта, закрыта. К ним во вторую часть дома. Так, здесь такой вот душ. Обратите внимание, здесь нам оставили и для душа, и для волос. То есть, самое необходимое есть. Кстати, я свое забрала. Вернее, не забрала, а не взяла. Я забыла. И хотела же положить и забыла. Вот как раз понадобится. Смотрите, какой душ. Интересный. Ой, Господи. Не падать. Прикольный. Так, и что здесь? Здесь зеркало у нас чуть-чуть грязненькое. Ну, ладно. Полотенце есть. Все самое необходимое есть. Цветочки даже в туалете. Палочки и ватные диски. И, кстати, я всегда видела видео и разговоры о том, что в Великобритании раньше, наверное, делали два крана. Один для горячей воды и один для холодной воды. И сколько я видео видела, то есть, ну, никогда на видео, то есть, всегда видела это, но в реальности никогда не встречала. И вот только что я подхожу, смотрю, это еще до того, как я начала снимать видео. Смотрю, смотрите, горячее и холодное. И типа как, как можно, не знаю, куда же умыться, если вот здесь бежит холодное, а здесь горячее. Вот здесь, смотрите, то есть, как они умываются, я не знаю. Здесь холодное, здесь горячее. Прикольно, конечно. Никогда не видела. Вот в первый раз здесь еще мыло нам поставили. смывать туалет таким вот образом. Интересненько. И душ такой большой, видите? И давайте посмотрим здесь, потому что я еще не видела. Давайте позаглядываем немножко в окошко. Вот так вот. Это, наверное, ихняя часть. Там мы не можем посмотреть уже и побывать. Закрою окно, потому что Муся может выбежать. Ну и все. Вот такой нас же дом. Вот такой нас дом ждет на несколько следующих дней. Напишите, как вам, понравился ли вам рум-тур. Я, конечно, не мастера его делать. Друзья, ну что, мы уже вышли. Сейчас будем с вами ходить, смотреть, что здесь интересного, как здесь люди живут. Это, кстати, уже не Англия. Это Вэльс. И здесь совсем другой язык. Да, люди, которые живут здесь, они говорят на английском, но у них существует еще их язык. Вэльшский, если я правильно говорю. Я сразу не верила, муж мне об этом говорил. Я сразу не верила. Но даже на мусорках, на больших таких, возле нашего дома, на вывесках, которые мы проезжали, я видела, что там было два языка, английский и ихний местный. Поэтому, как интересно, казалось бы, Великобритания, но, тем не менее, здесь у Вэльса совсем другой язык получается. Я так понимаю, мы сейчас находимся в небольшом поселочке. Ой, машины не поделили дорогу. Недалеко от городка, поэтому мы решили пройти спешочком здесь. Судя по карте, не так уж и далеко. Поэтому сейчас переверну вам камеру, покажу немножко дома. Они такие интересные все здесь. Я думаю, вы по нашему дому поняли уже. Такие все закоулочки какие-то, ступенечки. Здесь дома точно так же выглядят. Я так люблю, знаете, приехать в новое место и ходить просто, даже без карты, изучать все, смотреть, а как здесь люди живут. Ой, какой тут забор цветы, дом красивый, не знаю. Что-то люблю все такое интересненькое. Все, давайте переверну камеру. А, волосы. Волосы, вернее, ветер раздувает, поэтому приходится придерживать. Вот. Переворачиваю для вас камеру и давайте смотреть и проводить время вместе с нами. Смотрите, какой вид открывается. Я так понимаю, это место, село либо городочек находится прямо в горах, потому что здесь дороги, как вы видите, вверх-вниз, вверх-вниз. Вот чей-то домик. Буду вам все показывать. Там вот горы вдалеке. Вы видите? Класс, я люблю так гулять. Напишите, любите ли вы ходить вот так вот, не зная местности, просто куда глаза глядят, как говорится. Магазинчик местный. Костюмы, партий-шоп. Костюмы, партий-шоп. Костюмы, партий-шоп. Костюмы, партий-шоп. Индия и Бангладеши. Смотрите, дом вот раз, дверца. Настолько меня это удивляет, умиляет. Индийский ресторан. Ну, это не ресторан, это просто приходишь, забираешь и все. Чайнис, чайнис из-вел. Аксессуары. Инструменты. Пицца, кебаб. Смотрите, мы нашли станцию полицейскую. Смотрите, здесь совсем иной язык. Как это возможно? Венчурклиника. Парикмахерская. Чорч. Украинский флаг. Я не заметила сразу. Я обратила внимание на церковь. Королева. Подписывайтесь на мой канал. Украинские флага. вот здесь красивый бутык джизельный чили маникюрный педагог, как можно купить вентилятор вентилятор у меня Грегс Грегс? ой, я буду жить здесь я жалко, конечно видите постоянно дорога вниз вниз и там дальше и там дальше дома уже вверху пошли салфаст-таймене бут оригинал фактарий шоу Грэгс, мы возьмем кофе, мы хотим, и мы будем ходить, нет? Прогуливаемся здесь. Нам чуть-чуть не повезло с погодой, потому что сейчас моросит дождик. Идем сюда. Идем сюда. Как мы знаем, что итальянцы. Италья? Это дверь? Нет. Не может быть. Лимит. Кафе-берго. Не, я не могу. Какой-то бар. The Beauty Clinic. Beauty Clinic. Hairdress. Парикмахерская. Как интересно. Риверсит. Кафе-берго. Дави-берго. Также. Кафе-берго. Кафе-берго. Риверсит. Кафе-берго. Да, конечно. А, я вижу, бассейн, рейл-стейшн, да. Тебе нужно одеть куртку, а вот мне нельзя. Если тебе нельзя, куртки сирные надо. Обратите внимание на дома и на входную дверцу. Они практически находятся на дороге. Интересно так? Что, Садок? Нет, это не Лондон. Такие улочки маленькие. Это выглядит как паб. Да. А, это интересно, я люблю это место. А, бар. Нет, это не Индия. Андрей сказал, что это выглядит как Индия. Но, ты не знаешь, как выглядит Индия. Мам, ну дорога и качка в Индии. Школа? Обратите внимание на школу. Такой бар маленький, паб. Мам, давай зайдем. Здесь тоже. Давай зайдем. Зайдем, зайдем. Посмотрите, какое мы место нашли. Здесь канал, то ли речка. Дождь идет, но он такой меленький, поэтому ничего страшного. Прогуляемся. Покажу вам сейчас новое место. Субтитры делал DimaTorzok. Субтитры делал DimaTorzok. Субтитры делал DimaTorzok. Здесь, кстати, виднеется, видите, вот тот самый замок, о котором я говорила, которому уже очень много и много лет, но мы туда, к сожалению, не дошли. Здесь вот такая вот итальянская кухня, итальянский ресторанчик. Хорошие отзывы, но мы сами еще там не были. Мы возвращаемся обратно, последели возле реки. Здесь так шумно, люди сидят в местном, не знаю, паб или кафе, что это называется. Это маленький городочек, либо маленькое село. Здесь особо смотреть нечего на 2-3 дня. Но у нас здесь оплачен дом на 2 или на 3 дня, поэтому оставаться, ночевать мы будем здесь. Но в следующие несколько дней мы планируем поехать в другие города, возможно, такие как Кардив, либо другой. Сейчас уже дома на месте, посмотрим на карте интересные места и будем ехать, изучать дальше в Уэльс. Что здесь есть, как здесь люди живут. Очень интересные улицы. Так, походить, погулять, посмотреть, как здесь люди живут, как они общаются. Мне бы хотелось услышать их местный язык, не английский. Но в Грекс, когда мы покупали горячий шоколад, кофе, вкусняшки, оказалось все намного дешевле, чем в Лондоне. За 7 фунтов мы купили 3 чашки кофе, горячий шоколад и кофе, 2 пирожина и 1 кекс. И все это за 7 фунтов. В Лондоне мы бы заплатили это, ну, примерно 12 и побольше. Поэтому, да, цены здесь подешевле. И что еще хотела сказать? А, насчет менталитета. Например, когда мы стояли в Грексе, зашла женщина и спросила насчет каких-то готовых изделий, вкусняшек. И ей ответили, что еще нужно подождать 4-5 минут. Вот когда она уходила, она говорит, see you later. Но если перевести, например, на украинский или русский язык, например, увидимся скоро, то у нас в Украине такого не говорят. У нас, допустим, спросили и все. У нас не скажут, увидимся чуть-чуть попозже. А здесь говорят. И ей ответили, see you, увидимся. То есть, ну, прикольно. Знаете, как более душевно, что ли. А у нас все-таки это не так. Поэтому, ну, вот интересные такие заметки, сравнения. Вот. У нас уже находились. А, уже почти 10 тысяч будет скоро. Сейчас мы идем в местный супермаркет. Куплю мясо для шашлыка, для барбекю. Что-то еще каких-то вкусняшек. Закручусь вам, показываю все, чтобы я уже запыхалась немножко. Смотрите, вы видите, здесь практически нет людей. Волосы у меня мокрые, не обращайте внимания, потому что идет все-таки дождь. Услышала звук, я подумала, что это где-то переход, переход, зебра. Смотрите, как здесь. Гуляем под дождем. Такие аулочки, смотрите, узенькие. Мам, смотри, украинский флаг. Где? Да, украинский флаг. Нашли. Да, украинский флаг. Нашли. Это флаг? Такой вход в дом интересный. Отель даже здесь есть, в таком маленьком городочке и даже есть отель. Мужка. 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 Не украинский флаг. Ну а продолжение нашего маленького путешествия в Эльс будет в следующих видео. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok